Пассажиропоток в самарском общественном транспорте снижается. Сейчас по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он упал на 30%. Многие работники переходят на удаленку. Школьники на каникулах старшее поколение стараются оставаться дома и меньше пользуются городским пассажирским транспортом. Убытки терпят все предприятия этой сферы. При этом на линию выходит весь необходимый подвижной состав, чтобы сохранить график движения, обеспечить социальное дистанцирование в салонах, а следовательно снизить риск заражения вирусными инфекциями. Сбоев в работе городского транспорта не происходит и это оценили пассажиры. Я вообще-то практически не езжу, потому что я на пенсии раз и стараюсь как поменьше куда-то выходить. Мы обычно выходим на рынок или в магазин. Несколько лет тому назад я ездила на работу в 10 микрорайон, ездила в 37-й. Автобус как ласточка летает, мне очень нравится этот автобус. И вообще ездят по времени, они мне нравятся. Я в общем-то днем езжу, крайне редко утром. Очень даже ничего. И всегда и сядешь, и все. А тем временем выручка пассажирских компаний падает по последним расчетам городского департамента транспорта. С марта транспортные предприятия и компании недополучили в общей сложности около полумиллиарда рублей. И это только с учетом тех средств, которые платят наличным расчетом. Примерно 60% пассажиров льготники, пенсионеры, школьники, студенты, которые ездят по социальным картам. Именно этот сегмент сейчас и теряют из-за ограничительных мер. Мы в настоящий момент везем примерно порядка 70% пассажиропотока от аналогичного периода прошлого года. Если в 2019 году в этот период мы везли порядка 280-285 тысяч пассажиров, то сейчас мы везем примерно 190, но около 200 тысяч пассажиров. Для нас это очень серьезно. Естественно, мы понимаем, что выручки транспортным предприятиям от оперативной деятельности не хватает. Только Самарское трамвайно-троллейбусное управление за 9 месяцев этого года недополучило около 380 миллионов рублей. И это при том, что с начала ограничительных мер в ТТУ полностью сохранили коллектив и продолжают выпускать на линии около 300 трамваев и 120 троллейбусов. Все они проходят усиленную санобработку. На дезинфицирующие средства, маски и перчатки предприятие потратило уже более 1 миллиона рублей. Кроме того, транспорт продолжают оснащать валидаторами, чтобы сократить тактильные контакты пассажиров и упростить процедуру оплаты. Уже в этом году уже закупили еще дополнительную партию валидаторов, которая будет установлена в 20-м и 22-м маршруте города. Контракты у нас уже заключены. Когда поставка ожидается? Поставку мы ожидаем в середине декабря. С наступлением холодов транспортные предприятия включают отопление в салонах трамваев, троллейбусов и автобусов, а значит увеличатся затраты на электроэнергию. В летние месяцы стоимость отопления, стоимость электричества в месяц для нас была составляла порядка 18-20 миллионов рублей. Но когда мы включаем отопление, стоимость вырастает в месяц 35-38 миллионов. Вот и считайте при падении пассажир потоки, то есть эти деньги нужно как-то взять. И дополнительно еще хотелось бы отметить, что у нас уже мы, конечно, получили рассрочку по налогам, по сборам, но отсрочка была дана сроком на 6 месяцев. Сейчас она у нас закончилась и с октября мы вынуждены опять начать платить налоги и сборы. Поэтому, конечно, мы тоже рассчитываем на помощь областного правительства, на помощь городских властей. Помощь она нам нужна и мы без них однозначно не справимся. Сегодня власти принимают все меры, чтобы помочь в сфере пассажирских перевозок. На поддержку транспортного комплекса из областного бюджета направят 242 миллиона рублей. Отметим общий объем средств, которые регион выделяет для поддержки всех пострадавших отраслей экономики более 2 миллиардов рублей. Свою лепту могут внести и жители. Все, что требуется – своевременно оплачивать проезд и носить защитные маски, чтобы как можно быстрее справиться с коронавирусной угрозой. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События.